Прорыв канализационного коллектора произошел в Петропавловске. В результате коммунальной аварии грязные сточные воды затопили одну из центральных улиц, а также подвалы шести многоквартирных домов. Помещения заполнились нечистотами, и это не первый такой случай в городе. Что послужило причиной прорыва коллектора, выясняла наш корреспондент Нургулялина. Жительница Петропавловска Надежда Титяева рассказывает, что за последний месяц подвалы этого многоэтажного дома затопило уже два раза. Предыдущий прорыв канализационного коллектора привел к тому, что нечистоты достигли электрических счетчиков, и люди на четыре дня остались без света. Используя гидрокостюм, 72-летняя женщина самостоятельно оценивает масштаб ущерба от коммунальной аварии, определяет уровень воды в подвальном помещении. Нас заливают уже второй раз за месяц. Первый раз нас залило на полтора метра. Дышать у нас нечем. У нас дети больные, астматики, пожилые люди. Они тоже задыхаются. Это не дело. Ладно. Но у нас пропадают продукты. Нас отключили от света. Мы сидели четыре дня без света, пока у нас просохла наша щитовая. Сейчас нас опять залило. Жители многострадальных домов не знают, как быть. Проблему усугубляют непрекращающиеся дожди. Из-за большого количества осадков коллекторный колодец переполнился. Сетуют они. Как дождь идет, у нас сердце кровью обливается. Все нечистоты идут к нам. Все проблему знают, и никто не решает. Даже не реагирует. И опять у нас затопило. Ну сколько можно? Сейчас в даче все люди привозят и выбрасывают. Надо же делать. У меня вот электроплита, значит, отключат свет. Я без еды, без воды, без всего. Специалисты коммунального предприятия Казалжар-Су отмечают, что спровоцировали аварию отчасти и сами люди, которые сбрасывают в канализацию нерастворимый мусор. По словам специалистов, под напором воды средства личной гигиены образовали засор и привели к прорыву трубы. В данный момент проводится реконструкция коллектора. Коллектор работает, он не останавливается, поэтому производится на сегодняшний день откачка, перекачка двумя насосами. Чтобы не останавливать коллектор, в домах вода подключена, канализация работает. Сегодня ночью просто произошло, подпор коллектора произошел из-за того, что подбило тряпки, салфетки влажные. Горы тряпок, горы мусора бытового. Специалисты просят жителей внимательно следить за тем, что они сбрасывают в канализационные сети. Добавим, действующий коллектор был построен еще в 1960-е годы. С выше 50 лет он обслуживает центральную часть города и еще несколько больших микрорайонов. Изношенность его составляет 70%. Нургулялина Азамати Любаев, телеканал Алматы из Североказахстанской области.